всем привет меня зовут илья и если вы видите мое лицо это значит что настало время отложить на второй план все свои каждодневные рутинные заботы в виде работ учеб ипотек и тому подобное и заняться тем что действительно важно а точнее игре на бас-гитаре в этом выпуске мы поговорим о нотах на грифе как эффективно учить гриф как видеть гриф мы поговорим немножко о теме как читать цифровки и я дам пару своих советов по поводу того как лучше изучать гриф еще лучше начать чего лучше закончить и т.д. и т.д. в общем присаживайтесь поудобнее и начнем хочется сказать что в этом видео не будет никаких секретов никаких лайфхаков никаких читов и тому подобное только работа упражнения занятия часы часы работа с инструментом с цифровками с аккордами с нотами лично на мой взгляд лучший способ особенно для новичка тот не очень понимает как все это работает еще на мой взгляд это будет правильно так начать чтобы дальнейшем избежать некоторых проблем о которых я позже расскажу а ну в общем один из лучших способ изучать гриф эффективных быстрых это работа с цифровками с аккордами в этом видео мы об этом и поговорим начнем с самого начала что такое цифровка если говорить простым русским языком это циферно-буквенное обозначение аккордов максимально упрощенное могу порекомендовать для искушенных зрителей так скажем литературу есть замечательный учебник чугунова джазовая гармония в котором на первых же страницах раскрыта вся тема практически вся джазовая гармония она вообще написана для пианистов так далее так далее но очень полезен фа что 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 значит там не на треугольнички что кодим что такой плюсик что такое девять шесть там 11 аккорд и септ аккорд и как они из каких нот они состоят как обозначаются в общем это не знаю наверно 80 процентов инфы которые должен знать басист на первых страницах этой собственно книжечки тот кто хочет как бы работать хочет разбираться в музыке разбираться в аккордах это супер инфа рекомендую ознакомиться параллельно и там из этой книги вам многое станет понятно понятно как строятся аккорды как они обозначены в общем советую приступим непосредственно к работе что нам нужно для того чтобы развивать себе навык видения грифа разбираться в цифровках разбираться в нотах на грифе это собственно распечатка и сами ноты на грифе если вы новичок обязательно скачайте мне нравится именно вот эта распечатка потому что здесь отображены собственно и октавы то есть но ты плюс как какой то вы расположена для того чтобы сразу правильно понимать для того чтобы не было никаких пробелов потом то есть представьте вы приходите на репетицию греть я беру мы там большой октавы такие все вау там гитариста просто в шоке стоит не понимать чем говорить барабанщика Давится пивом вообще в шоке Как это большой октава То есть это такие знания, которые не каждый знает еще Из любителей басистов Тут есть смысл начать правильно Сразу правильно видеть эти все октавы Понимать, как они все на грифе расположены А в этой схеме еще видно, что там Подсвечено цветом разным Это очень визуально, очень круто отображено В общем, рекомендую начать с этой Единственный минус, собственно, этой Этой схемы в том, что нет пятой струны Ну уж там Додумайте сами, как говорится Итак, что нам необходимо для плодотворного Каждодневного занятия и прокачивания Данного скилла? Первое, это подставка под ноты Пупетр, второе, это, собственно, сама Распечатка нот, по которой мы будем Учить и в нее смотреть Третье, это распечатка Цифровки аккордов, обязательно По которому мы будем работать И четвертое, это метроном, который мы будем включать И слушать. Подставка для нот понятна для чего Распечатка тоже ясна для чего Третье, цифровка. Я рекомендую использовать джазовые стандарты Потому что в них большее количество Большее количество, так скажем, аккордов И будет наиболее эффективно учить по ним И я могу порекомендовать Сразу для новичков Это Биллис Боунс стандарт, можно скачать Это блюз второе, например, All of Me Тоже несложная, простая для новичка Цифровочка с небольшим количеством аккордов С которой можно начать И, например, какой-нибудь Beautiful Love Тоже несложный стандарт Если у вас более продвинутый уровень, то можно посмотреть Джент Степс Калтрейна Можно посмотреть My Favorite Thing Калтрейна Тоже там огромное количество аккордов Это более продвинутый уровень Для более сложного, так скажем, экспириенса Также в интернете можно найти целые сборники С джазовыми стандартами, с цифровочками Реалбуки так называемые, в которых огромное количество собрано Целая кладезь всего, кладезь цифровок И заниматься по ним Просто рандомно тыкать или идти по порядку И играть эти цифровки, играть эти ноты Это сильно подготовит вас к игре в группе И также поможет выучить гриф, выучить ноты Перед тем, как начать работать цифровка Рекомендую взять карандашик и пометить такты Доли в такте У нас получается здесь 4 четверти, 4 доли Может быть 3 четверти и так далее Но мы начнем с 4 четвертей Если это, например, All of me, здесь несложно Здесь довольно несложные аккорды Их немного, они по 2 такта длится Для новичка идеальны Если вы новичок, начните с All of me Попытайтесь поискать вот эти аккорды Включаем метроном Например, у меня 120 Вот я включил 120 И смотрим, да, как у нас получается Первый аккорд у нас ля Ля 6 Берем только тоники аккордов Работаем пока с тониками Я опираюсь на новичков Учимся искать тоники, слышать тоники Соответственно, у нас будет 2 такта 8 ударов метронома Три, четыре Раз, два, три, четыре Два, три, диез Раз, два, три, фа Раз, два, три, четыре Раз, два, три, четыре Раз, два, три, четыре Вот таким образом Это простой пример Я ориентируюсь здесь на новичков Чтобы было понятно Самого простого Есть более сложные стандарты Где еще больше аккордов Например, джент степ Такой стандарт Колтрейновский это бибоп, там дофига аккордов Здесь уже сложнее, опять же, вы уже поняли Что если мы, допустим Если вы совсем не видите гриф, не знаете ноты У вас стоит слева подсказка Сама распечатка аккордов, вы можете в это время Посмотреть или заранее посмотреть И тем самым Уча на основе уже какого-то материала Вот Если что-то непонятно, подглядывайте, это как шпаргалка Я довольно хорошо играю по цифровке Поэтому мне не надо смотреть, но опять же Для новичков это, ну, поможет Например, джан степ, здесь по два аккорда На один такт Если вы плохо справляетесь, плохо еще видите гриф Можете поставить метроном, опять же Поменьше, там, 70-80 У вас будет много времени подумать Руку переместить и так далее Ваша задача найти пока тоники Эти тоники помогут вам выучить и ноты на грифе И выучить, видите гриф Где какие, как правило, в произведениях Повторяются одни и те же аккорды И вы их быстрее всего выучите Чуть-чуть повысим уровень Джан степ с колтрейна 120 BPM Ищем тоники Раз, два, три, четыре Раз, два, три, четыре Соответственно, у нас здесь по два аккорда в такте Есть синкопы даже Видим эти синкопы и можем их подчеркнуть Получается так И так далее Вот таким образом, не прибегая Никаким минусовкам Лучше это делать с метрономом У вас вырабатывается какое-то Начинает вырабатываться время Чувство времени Вы начинаете чувствовать такт Чувствовать несколько тактов Чувствовать два такта Чувствовать три такта И так далее Это раз Во-вторых, вы слышите тонику аккорда Это очень важно Слышать тоники Особенно для бас-гитариста Вы слышите гармонию Она, как правило, красивая Если это джаз Она красивая Она развивает слух Развивает вот эту вот Слышимость вот этих вот ходов Вот этих квартовых Вот этих, как это Квинтового круга Стандартных оборотов Вы их потом начнете быстро слышать уже Даже вот музыка на счет играет Это опа Вы уже понимаете какой-то оборот И все это начинается вот с этого С такой простой работы С цифровкой С тониками аккордов Не надо сразу стараться там Что-то накрутить Какие-то там, не знаю Заполнениями крутые Научитесь с метрономом Играть вот половинки Целые ноты под метроном С тониками Это очень крутой экспириенс Это очень поможет Подготовить опять же К работе в группе Видеть опять же Гриф выучить Так, таким образом В общем, круто будет Есть, естественно, еще второй способ Это просто взять и вызубрить Все ноты на грифе И сразу начать играть Но это на любителя Лично, когда я учился Давно еще начинал И не знал ноты на грифе Мне преподаватель сказал Что можешь просто взять и выучить Вот тебе распечатка Возьми просто, не знаю Повесь в туалете Там, в туалет идешь Там, сел Такой смотришь Ну, у тебя на стене висит Там, опа Выучишь постепенно Но это как-то скучно Согласитесь Интересно всегда учить Как бы в экспириенсе В игре В опыте Там, в работе какой-то Это реально Интереснее И не так напрягает То есть, зачем тебе играть На инструменте Если тебе это напрягает Поэтому, естественно, человек Ищет, как бы, такие пути Чтобы было кайфово Поэтому, вот, один из таких способов Сразу работаем С материалом С цифровочкой Прям замечательно будет Небольшой совет Основанный на моем личном опыте Например, мы позанимались 10-15 минут с цифровочкой Поиграли под метро Как я сейчас показал Несложное упражнение Любое может справиться 10-15 минут поиграли Переверните листок Обратной стороной Уберите цифровку И поиграйте на память То, что вы вот сейчас играли Попытайтесь это воспроизвести В вашей голове Без цифровки Почему это очень важно? Во-первых, это способствует Развитию музыкальной памяти Потому что, если вы будете Постоянно играть по цифровке У вас мозг атрофируется Вы будете привязаны к цифровке Постоянно от этого страдать У вас просто уберете цифровку И вы все там Знаете, у вас ступор там Просто вы не знаете Что делать будет У вас будет Как минимум У вас не будет развиваться Музыкальная память А как максимум у вас атрофируется Та, что есть Поэтому я советую Всегда комбинировать Игра с цифровкой Игра без цифровки Потому что у меня была такая проблема Я без цифровки вообще как-то не мог играть Просто вот все по цифровке Хорошо играю Убирает цифровку Все, а, ступор там Что делать Все, все, короче, паника Без самой цифровки играть. Так, с цифровочкой без цифровочки чередуйте. Это знаете, если параллель провести, например, если вы постоянно будете считать на калькуляторе что-то, все какие-то математические вычисления, то вы со временем начнете 2x2 на калькуляторе считать. То есть вам в каких-то элементарных задачах калькулятор нужен будет. То же самое здесь. Вы там не сможете три аккорда сыграть простых без цифровки. Поэтому для того, чтобы не избежать вот этой критической ситуации, лучше чередовать. Также к этому вы можете даже совершенно рандомно из головы выписывать на листочке какие-то ноты, которые у вас, вы их плохо знаете, или вы по ним плаваете, и заниматься по ним. Просто как бы от руки выписывать цифровку себе, любую рандомную вообще, абсолютно не привязанной никакой музыке, и заниматься по ней. Опять же, также чередуя с цифровкой без, тоже как вариант. Можно так. Это тоже неплохая методика будет. Но это для тех, кто реально захочет заморочиться, у кого есть пробелы там каким-то нотам. Естественно, вы можете на свой вкус, по своим ощущениям усложнять задачу. Например, после того, как вы уже уверенно знаете цифровку, и без цифровки есть цифровка, уже нашли эти тоники, выучили их. Можно стараться искать в разных местах грифа, усложняя задачу. Например, С можно взять здесь, можно взять здесь, можно взять здесь, можно взять здесь, не знаю, можно взять здесь, можно здесь. Много вариантов. Вы можете чередовать. Например, начиная с низа, естественно, с низкого диапазона, потому что она приоритетнее для басиста. Мы начинаем, учим сначала здесь, с первой позиции. Вообще, лучше начинать всегда с первой позиции. Опять же, совет новичкам, потому что первая позиция важнее, чем он здесь все-таки. Басист частью здесь играет, очевидно. Вот, вы можете также это усложнять Подытожим, подведем итоги Что нам даст эта методика, что нам даст эти упражнения Первое, это, естественно, мы учим гриф Очевидно, учим гриф Второе, мы слышим тоники, тоники аккордов Гармонию слышим, смена аккордов Запоминаем хода И это нам помогает в дальнейшем И даже без цифровки играть на слух Аккомпанировать Аккомпанировать, точно Вот, аккомпанировать помогает Третье, это поможет выучить Какие-то определенные джазовые стандарты Какие-то определенные произведения Расширить свой Расширить, так скажем, свой репертуар Свою портфолио Через занятия Можно просто сидеть и ковырять А можно еще и выучить какие-то произведения Это тоже плюс Это все в скупе, все это в комплексе И четвертое, естественно, так как мы работаем с метрономом Мы обязательно Обязательно работаем с метрономом Это очень важно Здесь мы также, да, чувствуем такт Вырабатываем чувство времени Один такт, два такта чувствуем, три такта со временем Полтакта чувствуем и так далее Смена аккордов Именно за счет вот этих целых половинных нот Это все тоже очень-очень полезно Сверх-полезно, овер-полезно В общем, рекомендую Вроде бы это все, что я сегодня хотел рассказать Вроде бы все Если я ничего не забыл Надеюсь, что я не забыл Хотя мог забыть Потому что у меня что-то в последнее время Какие-то провалы в памяти иногда периодически бывают Что-то забываю на ровном месте Старею, видимо Но надеюсь, что не забыл Ну, даже если забыл Уже это, наверное, не важно Еще раз И еще раз спасибо, что смотрели Спасибо, что уделили свое драгоценное время Моему видео Надеюсь, оно будет вам полезным Надеюсь, вас это сегодня замотивирует Поможет чуть позаниматься Минимальненько на басу Раскачать свои скиллы Многочисленные таланты И так далее, и так далее В общем, обязательно подписывайтесь Ставьте лайки Обязательно прожимайте колокольчик Потому что овер-важный колокольчик Потому что ваше внимание Это самое главное Ваше внимание Это лучшая поддержка Спасибо еще раз Всем пока Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому